Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Имеется такой реактивный движок, друзья, с тягой 18 килограмм. Мне это очень сильно не нравится. Хочется больше мощности, больше сжога. Хочется вот такое пламя из выходного сопла. Но без форсажной камеры этого нельзя получить. Вообще нет никакого пламя и маловато тяги. Хочется увеличить, очень сильно увеличить этот параметр. Я уже снял сопла, потому что здесь вместо него будет прикручиваться форсажная камера. В этом видеоролике мы как раз таки и будем ее изготавливать из жаропрочной стали. Выпилил две пластины. Далее нам понадобятся вальцы, чтобы согнуть их в трубы. Поехали. Добавляем. Сталь жаропрочная, очень жесткая. Гнется не так уж то и просто. Но вальцы тянут ее все равно. Одна есть. И вторая тоже. Вот они две трубы, ребята. Сейчас мы делаем что? Правильно, сейчас мы будем варить сваркой. Для начала нужно будет все идеально подогнать. Просто идеально нужно. Очень трудно сваривать такую тонкую нержавейку, но я уже более-менее приспособился. Толщина ее 0,5 миллиметра. Причем ее гораздо легче сваривать, чем 0,4 миллиметра. А вот миллиметра совсем уже легко. Так что кто будет заморачиваться, знайте. Включаем аппарат TIG сварки. Баллон с аргоном. И будем сваривать, ребята. Здесь самое главное хорошо начать. Вот эту трубу я уже чуть пропалил в середине. Если бы вот этого не было нюанса, было бы все хорошо. Здесь воспользовался приспособлением вот таким стяжным, потому что она немножко расходится эта труба. Чтобы удобнее было прихватить. И закрываю глаза. И раз только! Все, точка есть, ребята. Вот она. Получилось очень точно. Здесь не сместилось. Не на десятку, по-моему. Идеально, ровно, отлично. Вот так получается. Что-то там треснуло где-то. Красота, ребята. Попробовать внутрь газ запустить. Все-таки это очень ответственная деталь. Сделаю замкнутый контур из скотча и попробую запустить туда газ. Делаем отверстие. И напускаем газ. Воздух должен выйти через щель. Надеюсь на это. И закрываем отверстие. По идее, ребята, внутри теперь аргон. И можно варить. Снутри тоже будут качественные швы получаться. Поехали. Пока не вышло, попробуем. Смотрим, получилось ли у нас внутри защита. Снаружи вроде бы неплохо. Прожогов нет. Теперь главная интрига. Как оно внутри. Вроде бы классно, ребята, получилось. Аргон спас внутреннюю сторону металла. Размечаем отверстие под форсунки. Форсунок будет 5 штук. Надеюсь, хватит этого. Здесь главное добиться, ребята, чтоб топливо загорелось. А гореть оно уже будет эпично. Пригождаются, ребята, подарки от Алексея. Твердосплавное сандвиковское сверло. Дело в том, что вот эту трубу обычным сверлом никак не возьмешь. Жаропрочная сталь просто нереально тугая в обработке резанием. Страшно, честно говоря, чтоб оно не поломалось. Потому что буду ручной дрелькой сверлить. Как же хорошо, когда такие вещи в нужное место идут. Потому что здесь реально были бы проблемы. И как раз диаметр подходящий под вот эту трубочку. И обратно в хранилище. Пускай лежит, ждет очередного своего часа. Теперь займемся форсунками, которые будут вставляться в эти отверстия. Намечаю маркером и будем гнуть. Трубочки нужно согнуть. Задумка такая. И делаю вот такие колена. Желательно, чтобы одинаковые были. Для того, чтобы форсажная камера работала, обязательно нужно сделать стабилизаторы пламени. Они стоят после форсунок. И создают зону разрежения, турбулентности. Там топливо смешивается с оставшимся кислородом в пламени. И начинает интенсивно гореть. Сделаю все с той же нержи. Уже разметил. Сейчас вот так нарежу. И мы все сварим воедино, ребята. Стабилизаторы собираю по хитрой технологии. Два уже установлены под сварку. Показываю, как я это делаю. Ставлю его вот так по разметке. Отмечаю со всех сторон. Чтобы видно было, где делать пропилы. Так оно как-то посередине четко получается. Вот так отмечаю. И пропиливаю бормашинкой. Два луча. Здесь не до конца, потому что закругленная вещь. Вот эту закругленную вещь я наоборот спиливаю чуть-чуть. И оно потом вставляется. Вот как здесь. Здесь жестко очень установлено. Проще новую сделать. Здесь отпиливаю кончик, как я уже говорил. И получается два луча. Можно их вставить изнутри. Вот так уже есть три стабилизатора. А вот и все пять. Пойдем на сварку, ребята. Замучился варить стабилизаторы. Получилось вот так. Очень жестко они здесь сидят. Сварка, конечно, на грани фантастики здесь получилась. Главное, крепко, ребята. Теперь мы будем встраивать форсунки. Форсунки ставятся спереди. Самое главное теперь на одинаковой длине их установить. И опять же приварить, чтобы отверстие вот это не заварилось, скажем так. Да, ребята, попили крови трубочки вот эти у меня. Очень трудно было их приварить. Сейчас можно сделать коллектор. Здесь уже можно сделать его из меди и припаять с помощью пропановой горелки. Воспользуемся волшебным чемоданом. Тут несколько трубочек есть. Наверное, буду делать коллектор из вот этой гигантской трубы. Согну ее трубогибом. Вроде бы позволяет он такую трубу гнуть. Это не так уж и сложно. Да, вообще уже почти подходит, ребята. И можно сверлить отверстие и паять. Настало время проверить форсунки. Традиционным для нас способом. С помощью газа. Вроде бы горят все форсунки. Нормально. Надеюсь, будет работать форсажная камера. Насверлил по 4 отверстия здесь и здесь. И теперь в ход пойдут нержавеющие винтики. Буду делать наподобие как на сопли на родном. Все соосно получается. Это очень хорошо. Похоже уже на настоящую форсажную камеру. Есть форсунки. Есть стабилизаторы пламени. Есть охладитель. Осталось сделать сопло. Я уже тут расчертил такую картинку. Рассчитывал в приложении развертку. В принципе все легко делается. По любым размерам можно сделать. Теперь мне ее нужно вырезать и сварить сопло. Получилась вот такая вот замечательная развертка. Нужно каким-то образом согнуть это дело и приварить вот сюда. Попробую это дело провернуть с помощью вальцев. Хотя они не особо приспособлены для этого, чтобы конические гнуть. Но есть кое-какая задумка. Надо по ходу дела прокручивать. Давайте попробуем. Так, надо отпустить. Надо отпустить. Поехали. Так. Стараюсь прокручивать. Просто вручную 100% хорошо не сделаешь. Оно будет какое-нибудь неравномерно круглое. А так вроде бы получается, ребята. Еще чуть-чуть добавлю. Я думаю, этого нам достаточно будет. Даже конуса мои вальцы могут делать. Перебазируемся на большой токарный. Для того, чтобы сделать фланец крепления. Есть такая неудобная болванка у меня. С нее и будем делать. Перетираем до 90 диаметра. Все в стружку, ребята. Других вариантов нет. Нужна нержавеющая. Есть только такие блинчики. Сверло на 43. Смотрим, как идет процесс. Нержавеющая. Сверло на 43. В принципе поток у станок пока даже не напрягается. Хотя тут уже процесс пошел. Нержавеющая, ребята. Вот так вот идет. Естественно, на переборе не просто так. Потоку не напрягается. То есть сверлить можно. Резьбу, я думаю, тоже спокойно любую можно нарезать. Растачиваю отверстие. Стружка очень жирная идет. 10 миллиметров за проход, ребята. Обточил до легкого состояния. Деталь теперь невесомая. То, что надо. Вдруг еще на самолет придется ставить. Ребята, ну вот она красотка. Форсажная камера. Все готово, короче говоря. Получилась очень легкая. На вскидку так грамм 250-300. Она весит всего-навсего. А это, ребята, очень-очень хорошо. Потому что мы так и не испытали. Вот этот большой самолет с наимощнейшим двигателем 18 килограмм тяги. И еще появляется возможность, если все нормально заработает, поставить на самолет вот эту вот систему всю в сборе. Что, сами понимаете, будет очень и очень эпично, я так думаю. Там стояла лишь самодельная турбина, импеллер и маленькая турбина, которая в два раза меньше мощности. Очень хочется, чтобы она заработала. В следующем видеоролике мы как раз таки и займемся пробными запусками. Ну а у меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока!